Арзамас и правительство Нижегородской области представляют курс «Открывая Россию. Нижний Новгород». Лекция третья. Нижегородские святые. От Дионисия Суздальского до Серафима Саровского. Рассказывает Даниил Семикопов. Лекция третья. Нижний Новгород. И в результате этого Русь была северо-восточно уничтожена. И уничтожен был город Владимир, где погибла вся семья князя Георгия Всеволодовича. А сам он погиб в битве на реке Сити в 1238 году. Мы не знаем каких-то проявлениях особого богочестия при его жизни. Да, было чудо при обретении мощи в 17 веке. Для средневековья, кстати, это вполне достаточная причина. Это то, что тело его было обретено сросшейся головой. В битве на реке Сити голова его была отрублена, и она была доставлена Батухану, но в подтверждение того, что предводитель русских князей уничтожен. И вот это чудо и называется в житии Георгия Всеволодовича основной причиной канонизации. Георгий Всеволодович вполне подходит под чин страстотерпца. То есть человека, который был невидно убиен от своих политических противников. Это такой очень особый, необычный чин, который, например, не встречается в Византии. Византийской традиции чина страстотерпцев нет. А в русской традиции он очень распространен, и князья Борис и Глеб, да, это вот именно страстотерпцы. И, кстати, последний наш правитель, царь Николай II, семья, они тоже канонизированы как страстотерпцы. И вот Георгий Всеволодович, он тоже в степенной книге, он называется мучеником, пострадавшим за Христа от неверных. При этом само нашествие татаро-монго воспринимается как некая апокалиптическая кара. И вот в этом апокалипсисе князь Георгий Всеволодович уподобляется Иову. Он там произносит молитву ко Господу и говорит, вот ты у меня отобрал жену, отобрал детей, и теперь я сам себя предаю в руки Бога Живаго. Конечно, в истории Нижнего Новгорода с ним предание связывает основание сразу, как минимум, двух святынь. Это храм Архангела Михаила, который ныне находится в Кремле, это единственный, кстати, собор Нижегородского Кремля, который в советские годы не был разрушен. И Боговещенского мужского монастыря, который находится около Канавинского моста. Хотя современные историки не сомневаются, что и храм Архангела Михаила, и Боговещенский монастырь основаны именно в 1221 году. Все-таки первые упоминания, уверены, это XIV век. А если мы говорим о Боговещенском монастыре и его постройках, и, собственно, о храмовом здании собора Архангела Михаила, сами постройки XVII века. Вообще, в Нижнем Новгороде вы не найдете постройок ранее XVII века. Понятно, что тот же Боговещенский монастырь, безусловно, в XIV веке существовал, но он перестраивался. Тот же собор Архангела Михаила тоже перестраивался. XIV век в истории русской духовной культуры более всего известен духовным возрождением. Мы видим, что массово основываются монастыри, что появляются новые произведения искусства. Ну, самое известное, это, конечно, икона преподобного Андрея Рублева, ну, тот же Феофан Грек, да, летописание. То есть это такой рассвет духовный. И этот рассвет духовный связан с традицией исихазма. Исихазм – это византийская эскетическая традиция, буквально исихия – это безмолвие. Но, несмотря на то, что это традиция отшельников, традиция безмолвников, вот эта афонская традиция, исихазская, монашеская, она становится катализатором для духовного возрождения во многих странах православной экумены. Ну, это и Византия, это и Восточная Европа, и в том числе и на Руси. И вот преподобный Сергий Радонежский тоже одно из главных явлений этого культурного феномена. И Нижний Новгород, он тоже входит в вот эту орбиту, орбиту исихазского русского духовного возрождения XIV века. XIV век был весьма плодотворен для русской культуры, и Нижний Новгород тоже вносит сюда свой вклад. Ну, даже можно вспомнить Аврентьевскую летопись. Аврентьевская летопись создана в Нижнем Новгороде. Собственно, в Вознесенском пещерном Печорском монастыре, который и был тогда основан. А основан он был тоже одной из выдающихся фигур в истории Нижнего Новгорода святителем Дионисием Суздальским. Ну, вернее, он Дионисий, митрополит киевский. С таким титулом он скончался, но большую часть активной своей жизни он провел именно в Нижнем Новгороде. Он выходец из Киева, но создал он именно Вознесенский Печорский, то есть пещерный монастырь. Стал его основателем и потом архимандритом, а потом и архиепископом Суздальским. Знаменитый нижегородский исследователь Борис Моисеевич Пудалов как-то его назвал русским Арамисом. Ну, все, наверное, помнят Арамиса, героя мушкетеров Александра Дюма-старшего, потому что Дионисий Суздальский активно участвовал в политической жизни, особенно на завершающем этапе. И с ним связана история пребывания преподобного Сергия Радонежского в Нижнем Новгороде. Мы знаем, что он был знаком с Дионисием Суздальским. Более того, когда святитель Алексей Митрополит Московский умирает, Сергий Радонежский именно его рекомендует как нового митрополита всей Руси. Откуда он его знал? Вот, скорее всего, из этого визита. И после смерти Алексея Митрополита Московского Дмитрий Донской хотел поставить своего священника, белого священника Михаила Митяя. Тот развелся, постригся, его отправили, ну, с соответствующим приношением в Константинополь. И вот он почти уже доплыл до Константинополя и скончался. А вот другим претендентом был Дионисий Суздальский. И, кстати, из-за Дионисия Суздальского преподобный Сергий Радонежский рассорился с Дмитрием Донским. Когда вот митяя отправляли в Константинополь, то Дионисий Суздальский тоже очень хотел составить ему конкуренцию. Но его схватили. И Сергий Радонежский сказал, что вот я за него ручаюсь, он никуда не поедет, он останется. А и когда выпустили Дионисия Суздальского, он удрал в Константинополь. Но уже потом, какое-то время спустя, Дмитрий Донской все-таки согласился с его кандидатурой. Дионисия Суздальского поставили в митрополиты. Но не суждено было ему править. По дороге из Константинополя киевский князь его бросил в темницу, где он и скончался в 1385 году. И хотя формально он все-таки стал митрополитом киевским в Сея-Руси. Он тоже был канонизирован. Дионисий Суздальский, фигура очень значимая. Он основатель Печорского монастыря и основатель определенной традиции, из которой очень многие вышли. Например, вышел великий святой преподобный Макарий, лунжинский чудотворец. Он ученик Дионисия Суздальского. Лаврентий, автор Лаврентийской летописи, ученик Дионисия Суздальского. И вот преподобный Макарий, он основывает несколько монастырей. Самый известный это Желтоводский монастырь, который и ныне стоит, хотя он будет возрожден в 17 веке. Кстати, он основывает именно Троицкие монастыри. Это тоже отличие именно круга Сергия Радонежского, потому что монастыри во имя Святой Троицы, храмы во имя Святой Троицы, они стали основываться именно тогда. То есть это определенно до сих пор историческая загадка, почему и Сергий Радонежский первый храм основывает в честь Святой Троицы, почему его ученики основывают храм в честь Святой Троицы. Тут есть множество разных гипотез, но то, что Макарий основывает монастырь во имя Святой Троицы, говорит, что он тоже к этой вот традиции принадлежит. Но, конечно, Макариевский монастырь стал более всего известен благодаря своей ярмарке, которая появится, собственно, около его стен в 17 веке. Но когда монастырь был основан, конечно, никакой ярмарки речи не шло, и более того, он был разрушен казанским ханом Улумахмедом, и, соответственно, монастырь находился в запустении. А вот в 17 веке, уже после смутного времени, его возрождает некий монах Авраами, это около 1620 года, и вскоре там открывается ярмарка, которая получит со стороны государства признание уже ближе к середине 17 века, ну и потом превратится в главную всероссийскую ярмарку. Хотя Макарьевская ярмарка, это была встреча разных культур, вот разных религий, даже можно так сказать. Почему? Потому что приезжали купцы, купцы и мусульмане, а потом, когда начнется старообрядческий раскол, раскольники будут в ярмарке участвовать, очень часто, кстати, православные миссионеры, они тоже работали на ярмарке. Даже есть такое воспоминание, когда Льюис Кэролл, автор Алисы, знаменитый в «Зазеркалье в стране чудес», он бывал в Нижнем Новгороде, и он рассказывает, как он впервые услышал Муэдзина, то есть он до этого никогда не видел вживую мусульман, а там стояла мечеть, вот Муэдзин стал призывать к молитве, и он там довольно забавно вот описывает все это. Кроме того, чем интересен еще Макарьевский монастырь? Собственно, из него выходит патриарх Никон, он был воспитан в Макарьевском монастыре, потом он был священником Лыскова, а Лыскова — это город на противоположном берегу от Макарьева. Кстати, Лысковцы долгие десятилетия были недовольны Макарьевским монастырем и соперничали за контроль над ярмаркой. В этих же краях проходит жизнь протопопа Вакума, то есть Макарьевский монастырь в XVII веке оказывал большое влияние, ну, в принципе, на духовную культуру Руси. Следующей очень значимой святыней Нижегородской является Саров. Обычно Саровскую пустынь связывают с именем преподобного Серафима Саровского, но на самом деле история Саровской пустыни, она начинается в начале XVIII века, и довольно интересная история основателя Саровской пустыни — Иоанна. Иоанн тоже основывает монастырь, копает пещеры. Ныне эти пещеры отреставрированы, если кому-то повезет, то вот их показывают. С Иоанном многие пытались жить, но мало кто выдерживал условия этого жительства. В какое-то время он там и один же, но потом, в конце концов, у него появились ученики. Но на самом деле история Иоанна очень печально заканчивается. Все дело в том, что он попал под подозрение тайной канцелярии. Это малоизвестный факт. Основатель Саровской пустыни умер за стенках тайной канцелярии, причем, как сейчас становится ясно, пострадал он безвидно. И вот здесь даже можно сравнить политику, например, Иоанна и политику знаменитого Петерима, архиепископа Нижегородского, который боролся с старообрядцами. А вот Иоанн, один из первых миссионеров, который вступил с ними в диалог. И, кстати, диалог был очень удачный, потому что вот он как раз на Макариевской ярмарке общался с раскольниками, и несколько скитов старообрядческих в результате вернулись в православие. И были трансформированы в православные монастыри. Но это вызвало подозрение, то, что вот он ведет какие-то переговоры с заволжскими старообрядцами. Но на самом деле вся там трагедия разыгралась из-за двух монахов. Там был Георгий Зворыкин и монах, и тот, кто его исповедовал, Иосия. И вот Зворыкин был, видимо, психически не очень здоров. Он себя считал волшебником, он считал, что он там с дьяволом заключил союз. Союз. И Иосия, он, видимо, это говорил, но тот отпустил ему грехи, но запретил причащаться, то есть наложил на него эпитемию. И вот он как-то, будучи в отъезде другому епископу, тоже исповедовался и рассказал вот о том, что вот он заключил союз с дьяволом, что он волшебник, тот испугался. Это стало известно. Пошли слухи. Иосия, боясь этого, подал в тайную канцелярию бумагу о том, что вот такой-то, такой-то действительно заключил союз с дьяволом, является волшебником. Тогда привлекли всех и начали копать-копать, а в результате накопали много интересного. Все дело в том, что Иоанн, он очень любил книги, и он собирал разные книги, в том числе, которые, ну, так скажем, некоторые из них, рукописи, были весьма критичны по отношению к правлению Петра Первого и по отношению к той церковной политике, которая тогда велась. И вот стали перекапывать библиотеку Саровской пустыни, в результате нашлись какие-то крамольные там сочинения, и арестовали всех, и пытали, там, и лишили сана. И вот так вот основатель Саровской пустыни, Иоанн, он, в общем, в результате умер за стенках тайной канцелярии. Даже поднимался вопрос о его канонизации, но, насколько я знаю, никакого движения в этом направлении так и не было. Но, тем не менее, вот он основатель, основатель Саровской пустыни, основатель этой традиции, которая развивается и далее, и которая дает миру преподобного Серафима Саровского, самого известного, наверное, Нижегородского святого, самого великого Нижегородского святого. После уже кончины преподобного Серафима Саровского Было издано несколько разных версий его жития людьми, которые его знали. Наверное, самое скандальное принадлежит Иоанну Толсташееву. Это послушник, который в дальнейшем станет схиромонахом Печорского-Вознесенского монастыря. И, в конце концов, Серафим Саровский, как известно, будет канонизирован в 1903 году. И Серафим Чичагов, будущий священномученик, он станет автором Серафима Дивеевской летописи, которая сейчас является такой канонической, что ли, в самом Дивеевском монастыре. Она своего рода священное писание. На самом деле, сейчас становится ясно, что мы многого даже о том же Серафиме Саровском не знаем. Но это с неизбежностью происходит. Когда канонизируется святой, то подробности его жизнеописания начинают обрастать какими-то там детальками. И мы в результате, например, видим, что появляются какие-то подробности, которые, скорее всего, не очень достоверны. Ну, вот, к примеру, да, есть такое известие, что Серафим Саровский упал с колокольни. Церковь в Курске, да, но остался чудесным образом жив. Начинают историки копать, выясняется, а колокольни-то построили уже после. Но это не значит, что он не падал. Церковь строилась казанская, да, и, возможно, он упал с лесов. Или, например, известная история с медведем. Все знают иконографический образ Серафим Саровский и медведь. И образ этот, кстати, он встречается у разных святых. Вообще, для географии характерно некое такое вот повторение. Мы можем, например, у многих преподобных встретить, что он там среду и пятницу не вкушал от груди матери. Это не значит, что это так и было. Но просто средневековый автор, когда он писал житие, если он знал, что преподобный, ну, не должен вкушать там по средам и пятницам, и этот преподобный, и тот преподобный. Значит, и этот не вкушал. Ну, вот так же и с медведем. У Сергея Радонежского был медведь, был медведь. Вот медведь появился у Серафима Саровского. А недавно был найден документ, рассказ старицы Дивеевской обители Матроны Плещеевой. Это довольно интересный документ, в котором эта старица, которая, кстати, была маленькой девочкой при Серафиме Саровском и не могла видеть на самом деле ни Серафима Саровского, ни медведя и запомнить это. Так вот она рассказывает, что она про медведя рассказала, вот Иоанну Толсташееву, но он сам настоял на этой истории. Он сказал, ну, вот расскажи, да, что у Серафима Саровского был медведь, который регулярно кормился из его рук, который приходил к нему, и как бы вот Серафим Саровский проявлял покровительство по отношению к нему. А когда она уже была старая, она умирала, она долго не могла умереть. Иоанна позвала священника Василия Садовского и стала ему исповедоваться. И вот, говорит, я не могу, видимо, умереть из-за того, что я соврала, из-за того, что вот этот грех, он не отпущен и не отпускает меня. Иоанна сказала, что никакой этой истории не было. Но это не значит, что не было медведя. Мы, например, в 1849 году читаем письмо игумена Саровской пустыни Исаии, яромонаху Авелю. И он говорит, что у старца Серафима был пчельник, и на этот пчельник, значит, ходили, естественно, медведи. И вот один раз даже медведь пришел к Серафиму, но тот его как-то там отпугнул, бросил ему краюху хлеба, богословил его, и тот с этой краюхой хлеба ушел. То есть эпизод был, но из этого эпизода в результате появляется вот медведь. И поэтому до сих пор в житии преподобного Серафима Саровского много таких довольно спорных моментов, но не вызывает сомнения, что это был выдающийся святой, что это был человек действительно любящий людей, любящий Бога, любящий всю тварь земную. И вот эта его пасхальность, да, она и стала основой его почитания. Хотя, опять-таки, когда там Мотовилов, известный сподвижник, можно сказать, Серафима Саровского, который позиционировал себя как его ученик, когда он пишет Николаю Павловичу, императору, записку, и там говорит, что Серафим Саровский воскреснет, то, конечно, Николай I как-то очень критично к этому отнесся. И это порождает определенные сложности сейчас для того, кто хочет написать, ну, как скажем, научную биографию Серафима Саровского. Кроме того, Серафим Саровский, безусловно, известен своей канонизацией 1903 года. Канонизация очень непростой. Было пророчество царю Николаю II о том, что он родит наследника, потому что у него было четыре дочери, ждали наследника. И вот было пророчество, что если он канонизирует Серафима Саровского, то родится наследник. Так это или не так, это вопрос довольно сложный, тут надо вдаваться в детали, но, безусловно, именно царь Николай II, что называется, продавливает канонизацию преподобного Серафима Саровского, несмотря на противодействие определенной части архиереев, несмотря на противодействие оберпрокурора Победоносова. И в 1903 году состоялось торжественное перенесение мощей преподобного Серафима Саровского и Сарова в Дивеево, да, в Нижегородской области. Дивеевский обитель, бываем, окормляемый, и ныне это самый крупный, собственно, монастырь, наверное, русской православной церкви, и крупнейший женский монастырь вообще всей вселенской православной церкви. Дивеево — это такой свой мир, можно даже сказать, своим особым каким-то мировоззрением, мироустройством, своей особой мифологией, эсхатологией. И сейчас Дивеево превратилось в паломнический туристический кластер, надо там побывать, чтобы понять вот эту вот необычную атмосферу. И переносит мощи Серафима Саровского в Дивеево, Дивеево становится одним из главнейших монастырей русской православной церкви, но, как известно, в советское время Дивеево закрывается, мощи исчезают, и второй раз мощи уже обретаются в музее истории религии атеизма, ныне в Казанском соборе, тоже там чудесным образом. И второе обретение мощи, известно, оно происходило в 1991 году, и это тоже было такое всероссийское событие. Я помню, как тогда там люди плакали, там выходили, встречали мощи, то есть это был такой символ возрождения русского православия, русской православной церкви. Но и ныне Серафим Саровский – это самый известный русский святой. То есть, если мы обратимся куда-то за пределы русской православной церкви, спросите любого нерусского православного, кого он назовет первым русского святого, практически наверняка это будет Серафим Саровский. В следующей лекции о том, как нижегородцы начали церковные реформы и как нижегородская земля стала прибежищем раскольников. Проект подготовлен в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода в 2021 году. Редактор субтитров А.Семкин